6 февраля 2014 года. Храм нерукотворного образа Христа Спасителя в Сочи. Патриарх Кирилл благословляет российскую олимпийскую сборную на успех. А после командам России, Белоруссии и Украины патриарх дарит специально написанное для олимпийцев иконы преподобного Сергия Радонежского, величайшего русского святого. Ни государь, ни полководец, ни великий писатель или художник. Почему более 600 лет одно только имя этого кроткого монаха вызывает в сердце любого православного теплоту и священный трепет? За то, что помог избавить нашу землю от монгольского ига и объединить Русь? За то, что собрал нас в единый народ? Почему именно его иконами веками благословляют воинов перед сражениями? Почему именно у него ищут помощи и исцеления миллионы страждущих? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, попробуем разгадать, в чем же секрет преподобного Сергия, ставшего навсегда духовным и нравственным ориентиром для нашей страны и нашего народа. Четырнадцатый век Нет единого государства, нет границ, нет власти. Киевская Русь раздроблена на 15 княжеств. На берегах Днепра хозяйничают литовцы. Великое Владимирское княжение существует лишь формально. Больше века Русь под гнетом Орды. Народ обложен ордынскими захватчиками непомерной данью. Постоянные поборы сопровождаются разорительными набегами с соседних земель. Те, от кого зависят жизнь и покой народа, погрязли в борьбе за власть и в междоусобицах. Чтобы расправиться друг с другом, князья пишут ложные доносы во рту. Кровь льется рекой. Запахом смерти, страх и отчаяние пропитан воздух. Люди теряют веру. Веру в справедливость и надежду на спасение. Но летом 1380 года произойдет событие, которое впервые за все время ордынского гнета объединит русский народ. Битва на Куликовом поле навсегда войдет в историю. Именно с него начнется возрождение русского духа и страны. И важнейшую роль в этом великом деле сыграет преподобный Сергей Радонежский, благословивший и вдохновивший народ на ратный подвиг. Не было бы никакой Куликовской битвы, если бы не преподобный Сергий. Дмитрий Донской склоняется пред алтарем Божиим, получает благословение преподобного Сергия, идет на Куликово поле, вместе с ним идут ратники, как будто на верхнюю смерть. Ведь силы-то неравные. Это великая армада, это армия армии, это покорители половины вселенной. И навстречу им идет наше войско и побеждает. Почему именно после благословения Сергия Радонежского, князя Дмитрия Донского и его Радников, появилась уверенность в своих силах? В чем была тайная сила простого монаха, если после его слов люди, не раздумывая, пошли на верную смерть за свой народ, и свою землю? Как-то раз один монах мне сказал, говорит, знаешь, очень мудрый монах, очень-очень образованный, когда мы вместе с ним подходили к мощам преподобного Сергия, в троице Сергия Лавры, я сказал, он говорит, вот посмотри, вот здесь вот лежит человек, сказал он, указывая на мощи преподобного Сергия, вот он, ему дана власть управлять всей Россией уже более 500 лет. Вот он этим занимается. Хочешь верь, хочешь не верь. О Сергии Радницком известно немного. Преподобный не оставил после себя ни одного письменного документа, ни записок, ни наставлений, ни духовного завещания. Чуть ли не единственное существующее историческое свидетельство это знаменитое житие Сергия, написанное в 1418 году его учеником, Епифанием Премудрым, и значительно доработанное в середине 15 века составителем жизнеописаний святых Пахомием Логофетом. Древнейшая из дошедших до нас копии жития была выполнена в конце 16 века. Это было житие святого, который практически при появлении, вот в нашем понимании, он был не то что объявлен, он был воспринят как всероссийский. Это был не местно чтимый святой. И вот здесь, в этом житии, это особенно чувствуется. Сам преподобный изображен на золотом фоне. Его титул и, так сказать, величание сверху выполнены красной вязью. И уже это настраивает нас на торжественный лад. В книге подробно описаны главные события биографии святого. Но в житии практически нет информации о том, как выглядел преподобный. Встречается лишь свидетельство об особых чертах характера Сергия Радонежского. Ему можно было дать более 20 лет по внешнему виду, но более 100 лет по остроте ума, ибо хотя он был молод телом, но духовным разумом он был стар и совершенен по божественной благодати. Я думаю, что человек, ощущающий себя русским, ощущающий себя внутри всей нашей истории, он не может не знать преподобного Сергия, даже если он слышал всего лишь один раз его имя и знает его понаслышке. Потому что плоды духовной деятельности преподобного Сергия, они, конечно, просто генетически в нем отпечатываются. При соприкосновении с великой личностью всегда хочется представлять ее реальный образ. Иконописные изображения Сергия Радонежского в разных храмах сильно отличаются друг от друга. Скорее всего, большинство из них уже очень далеки от реальности, ведь за шесть веков менялись традиции иконописи, а вместе с ними менялись и облик преподобного Сергия. Так как же на самом деле выглядел преподобный? Кто из рисовавших Сергия Радонежского был наиболее близок к действительности? С благословения патриарха впервые в истории мы решили попробовать восстановить прижизненный облик великого русского святого. Отправной точкой для нашего исследования послужит хранящийся в Свято-Тройской Сергии Лавре лицевой покров – самое древнее изображение преподобного. Наша задача – выяснить, насколько оно может быть достоверным. В ряде источников указано, Сергий был причислен к лику святых в 1452 году, то есть примерно через 60 лет после смерти. Площадница была необходима для покрытия его мощей. Да подлинно неизвестным, видел ли Сергия Радонежского мастер, создававший изображение на покрове, или опирался лишь на описание внешности со слов учеников преподобного. На эти вопросы нам должны ответить сотрудники лаборатории пластической реконструкции Института антропологии РАН. С помощью специального криминалистического оборудования им предстоит изучить каждый миллиметр покрова. Изучить крайне бережно, ведь это не просто исторический артефакт, а святыня, соприкасавшаяся с нетленными мощами величайшего русского подвижника, прошедшего нелегкий земной путь от простого человека до святого старца. Мирское имя Сергия Радонежского – Варфоломей. Он родился в 1314 году и был средним из трех сыновей весьма родовитого ростовского боярина Кирилла и его жены Марии, владевших большим имением под Ростовом Великим. Его аристократическое происхождение давало, как бы вам сказать, давало умение повелевать, умение вести за собой людей, потому что ведь для того, чтобы быть во главе монастырской общины, нужно было иметь то, что мы называем харизмой, то есть уверенность в себе, уверенность в том, что этот человек имеет право руководить. Вот у преподобного Сергия это было, что называется, в крови. В те времена положение человека в обществе напрямую зависело от того, кем были его предки. Варфоломей должен был стать, как и отец, боярином. Однако произошло невероятное. Юноша отказался от достатка и привилегий, которые сулило ему будущее, и неожиданно выбрал для себя аскетический монашеский путь. Люди, которые прожили какую-то часть жизни в богатстве, в достатке, и потом отказывались от этого. Вот такие люди обычно становились выдающимися подвижниками. В этом что-то есть, понимаете. Когда человек вкусил богатство и преодолел это, и ушел в бедность, это он знает полноту жизни. Понимаете, как говорил апостол Павел, могу жить в скудности, могу жить в изобилии. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Сейчас трудно утверждать, что послужило главной причиной жизненного выбора. Как рассказывает житие святого, еще в детстве с Варфоломеем произошло чудо. Мальчик долго не мог научиться читать и писать. В этом он серьезно отставал от сверстников. Но однажды Варфолмей повстречал старца в монашеском одеянии и поведал ему о своей беде. А после беседы вдруг смог прочитать строки псалтыри. Ребенок пригласил старца в свой дом для знакомства с семьей. Перед самым уходом монах сделал неожиданное предсказание о том, что мальчик будет велик перед Богом и людьми за свою добродетельную жизнь. К поведанным в житии чудесам можно относиться по-разному. Но кроме чудес существуют достоверные исторические факты, которые не могли не оказать влияние на становление личности Сергия Радонежского. Десятилетия за десятилетиями унижалась, разорялась страна. С русскими людьми делали все, что хотели захватчики. Ни о каких победах, ни о каком сопротивлении даже не было и мысли. Приспособленчество. Вот это была максима такая, на которую можно было решиться. Как и все, Варфоломей рос в атмосфере всеобщего страха перед ордынскими захватчиками. Едва заслышав о приближении очередного набега, жители посадов и деревень, как правило, бросали все свое имущество и в ужасе убегали. Никто и не помышлял о сопротивлении. Отчаяние и обреченность на рабство стали общим уделом. Вера в справедливость, надежда на лучшую жизнь у людей уже не осталось. Уповали только на Бога. Тонко чувствующий жизнь отрок рано осознал, что есть единственный способ выжить. Надо духовно возвыситься над жестокой действительностью. Великие заповеди Христа стали для Варфоломея не просто мерилом веры, а неукоснительным правилом его собственного бытия. Я вот часто задавал себе такой вопрос, как историк, почему все-таки именно преподобный Сергий стал самым знаменитым, самым уважаемым, самым таким почитаемым среди русских монахов. Вот в чем секрет его успеха, так сказать, исторического успеха, скажем так. И в конце концов я пришел к выводу, и я думаю, что так оно и было, что, понимаете, тайна Сергия состояла в том, что он ближе всех сумел подойти к идеалам Евангелия. Вот в своей жизни, в своем отношении к окружающим, в своем поведении, и повседневном, и каких-то важных вопросах, он жил так, как требует Евангелие. То есть он максимально приблизился к идеалу. Исследования покрова Сергия Радонежского приносят первые плоды. Изучив святыню в инфракрасном излучении, специалисты приходят к неожиданному выводу. Контур изображения значительно старше самой тканевой основы. Как такое возможно? Эксперты предполагают, что полощеницу несколько раз реставрировали. Но поскольку здесь очень индивидуализированный образ, то есть мы с вами видим здесь вот эту асимметрию необычную совершенно, немножечко сближенная глаза переносится, да, практически ему же такой косой и острый взгляд, очень жесткий в какой-то степени. Но это дает основания говорить, что, возможно, здесь проявились какие-то жизненные наблюдения. Само лицо, изображенное на покрове, создано с учетом канонов иконописи, которые значительно изменялись со временем. Помимо секретов и особенностей иконописи, для восстановления истинного облика великого русского святого, ученым потребуется досконально изучить время, в которое жил Сергий Радонежский, и вехи его земного пути. В 1328 году семья Варфоломея, разоренной поборами ордынских ханов, вынуждена переехать из Ростова в Радонеж. Но и там жизнь не лучше. Местная власть также обирает свой люд, как и чужеземцы, сопровождает обобоями и унижениями. Принять такое юноша не может. С болью в сердце он просит родителей отпустить его в монастырь, но отец и мать не хотят с ним расставаться. Только после смерти родителей Варфоломей исполнит свое желание. Вместе с овдовевшим старшим братом Стефаном он уходит в лес и строит свою обитель. Вот преподобный Сергий поступил как раз таки нетрадиционно и неординарно. Он от этого мира решил отказаться полностью. Последовать образцу древних христианских подвижников, аскетов-пустынников, которые, как Антоний Великий и преподобный, уходили в пустыню, где вообще нет никого. Он только один, один на один с собой и с Богом. Вот по этому пути решил пойти преподобный Сергий. Что это было? Бегство от мира? Попытка избавиться от ужаса в действительности? Вряд ли. Это был первый осознанный шаг к освобождению, обретению духовной свободы. Той самой свободы, которая даст в дальнейшем толчок к избавлению Руси от ордынского и междоусобного произвола. Первый монастырь, построенный на холме Маковец, по размеру и конструкции больше напоминал избу. Сегодня трудно даже представить, как удалось двум молодым людям в глухом лесу построить его практически голыми руками. Это, конечно, тяжелый, тяжелый физический труд. И в житии много есть свидетельств о том, как преподобный Сергий физически трудился. Он и землю сам обрабатывал, он и другим избы ремонтировал и так далее. После возведения монастыря в Варфоломе принимает постриг и меняет мирское имя на монашеское Сергий. Построенную церковь братья освящают во имя Святой Троицы. Триединая божественная природа, являемая миру в трех ипостасях и живущая в единстве по закону любви. Свой труд по восстановлению Руси преподобный Сергий начинает с собственной обители. В этом скромном храме он создает монашеский уклад в соответствующий Евангелии. Раньше монастыри были, ну как вот богодельни, знаете, куда люди уходили под старость. И каждый жил в зависимости от того, сколько у него денег, какие у него родственники, какие у него связи. И собирались только в церкви вместе. А так все жили, каждый кто как мог. С именем преподобного Сергия связано введение в русских монастырях общежительного устава. Общежительный устав – это, вообще говоря, тоже идеал монашества. То есть в монастырях общего жития монахи живут одинаково. У них нет частной собственности. У них все общее. Одинаковая одежда, одинаковая пища, строгая дисциплина. Нет ни богатых, ни бедных. Все молятся Богу. Как ни печально, но Стефан не смог долго терпеть лишений и покинул монастырь. А слух о молодом отшельнике Сергии, которому в одиночку удалось пережить зиму, голод и опасное соседство с диким зверем, быстро разнесся среди народа. И как он начал свою борьбу за обновление Руси? Он не стал бороться за политическую власть. Выражаясь современным языком, он не выставлял свои кандидатуры. Он ничего не хотел от этого мира. Он ушел в глухой лес. Построил деревянную церковь в честь Святой Троицы. Молва распространялась моментально. Не было ни интернета, ни телефонов. А люди все знали. И они знали, что вот есть такой подвижник. И потянулись к преподобному Сергию. И делясь с ними своим духовным опытом, он оказывал колоссальное духовно-воспитательное воздействие и на простых людей, и на воинов, и на бояр, и на князей. Он стал духовным центром тогдашней, раздробленной, разделенной, вздыбленной вот этим внутренним конфликтом Руси. Распространение людской молвы о необычном монахе способствовало появлению большой дороги возле Маковского монастыря. Путники, застревавшие в ней распутицу, останавливались в храме. Каждый получал помощь и имел возможность побеседовать с необыкновенным отшельником. Тот для каждого находил особые слова, заставлявшие трепетать даже самые черствевшие и отчаявшиеся сердца. Каждый уходил со светлым чувством и верой в лучшее. Неудивительно, что скоро у Сергея Радонежского появились ученики, пожелавшие делить с ним лишения. Он категорически запрещал монахам побираться, то есть просить нилостыню. Он говорил, что мы должны все своим трудом добывать, добывать себе пропитание. Поэтому нужно было все время работать, с утра до вечера, раскапывать огород, делать какие-то, так сказать, запасы дров, собирать там грибы и ягоды, чтобы зимой можно было что кушать. То есть жизнь в монастыре была тяжелым трудом. И это выдержал далеко не каждый. Суровые условия жизни не позволяли братьям полностью обеспечивать себя всем необходимым. Не хватало ладана для службы, вина для причастия и порой даже простой еды. В тяжелые времена Сергий всегда отдавал своим ученикам последний. И при этом сам оставался без хлеба. И люди это видели, люди это чувствовали, люди знали, что такое идеал. И когда видели, как живет Сергий, они говорили, Боже мой, появился праведник. То есть человек, который свою жизнь подчинил законам Евангелия. Постепенно слухи о необычном монахе привлекли к нему и сильных мира сего. И в этом сыграли важную роль не только святость старца и создание монастыря. Сергий Радонинский был из благородного сословия. Личный пример того, как можно отказаться от всего мирского ради великой цели, не мог не тронуть сердца знать. Из разных земель Руси князья отправляли в Троицкую обитель своих монахов для обучения. Именно 14-е столетие стало переходом от таких маленьких, ориентированных на интерес одной семьи боярской, из нескольких монахов, которые молятся за эту семью и за спасение своей души. Вот так вот идеологически, если, да. на такие монастыри, которые живут общиной, молятся за всю землю и за весь православный народ. Преподобный Сергий в буквальном смысле совершил духовную революцию в глуши отдаленных русских земель. Он и его ученики, Словно Христос и его апостолы, покинули обитель, чтобы строить православные храмы по всей Руси, тем самым создавая островки истинной веры. И уже буквально через столетие, в конце 15-го, в 16-м веке, мы увидим принципиально иной культурный ландшафт. Откройте любой путеводитель по России, и вы увидите Золотое кольцо, монастыри Кирилла Белозерский, Ферапонтов, вот эти вот все жемчужины русской культуры, вот эти монастыри. В житии преподобного Сергия описано немало чудесных исцелений больных, которые приходили за помощью в Троицкую обитель. Однажды у крестьянина тяжело заболел ребенок. Отец понес сына в монастырь, чтобы попросить святого монаха помолиться о здоровье мальчика. Но в дороге ребенок умер. Мужчина донес тело до монастыря, заливаясь слезами от горя. Святой сжалился над несчастным отцом и начал молиться за умершего. И мальчик внезапно ожил. Как гласит житие, Сергий Равнинский избавлял людей от слепоты, от вражденных травм, от психических заболеваний. И в этом может сомневаться лишь тот, кто сам никогда не пережил чудо в своей жизни. И когда сегодня рационально настроенные люди говорят, да нет, это все легенды, это легендарное мифическое мышление, свойственное Средневековью, ну вот сейчас вроде как и современные люди живут в этих заблуждениях. Это опять-таки исключительно односторонний, поверхностный, я бы сказал, такой снобистский взгляд на мир. Любой народ силен и крепок до той поры, пока верен своим святыням. Чтобы сломать его и уничтожить, нужно немногое. Лишить его этих ценностей. Или подменить их иными чуждыми. История знает много подобных примеров. И наше, увы, не исключение. 1919 год. Власть в России в руках большевиков-безбожников. За два года им не удалось окончательно насадить новую идеологию. Нужна коренная ломка сознания народа. По стране прокатываются повсеместные акции осквернений мощи русских святых, их тотальное изъятие и уничтожение. В апреле 1919-го большевики добираются до главной православной святыни, раки преподобного Сергия Радонского Свято-Тройской лавры. Эту кощунственную акцию даже снимают на кинопленку. Вот эти редкие кадры акта неслыханного вандализма. Даже они не могут скрыть народного гнева. К стенам храма приходят тысячи людей, не согласных с решением новых властей. Большевики идут на хитрость. Вскрытие мощи святого якобы связано с описью церковного имущества. Но на самом деле у этой акции далеко идущие пропагандистские цели. То есть открывали раки с мощами, святых, и снимали фильм, который потом показывали, и говорили, что вот, верующие, вы смотрите, кому вы молитесь? Вы молитесь каким-то полувеселевшим костям. Потому что в церковной традиции существует идея, что тело святого не гниет после смерти, нетленность мощей. А тут открывали и говорили, ну вот вас обманывают, какая тут нетленность мощей, когда тут одни косточки, а порой и костей не осталось. То есть таким образом хотели подорвать уважение людей, доверие людей к церкви, к церковной традиции. Но молятся люди не костям, молятся духу преподобного Сергия, образу преподобного Сергия. Поэтому сейчас все на своих местах, и слава Богу. Почему же именно Сергий Радонский так важен для нашего народа, для нашего самосознания? В чем же его вклад в становление государственности, в обретение Руси и независимости? Вообще, для того, чтобы понять масштаб деяний преподобного Сергия, нужно ясно себе представить, что происходило в XIV веке на Руси. Обычно мы говорим о том, что татаро-монгольская ига была обусловлена разделенностью феодальной Руси, тем, что враждовали между собой князья, не было единства, и это все правильно. Но речь ведь шла не просто о каком-то политическом размежевании, речь шла о чем-то другом. Ведь князья феодальные, они были связаны друг с другом, не просто общностью веры, языка, культуры, они родственниками были. Под гнетом Орды ужас положений заключался в том, что те, кто должен был всем сердцем болеть за свой народ и указывать путь к освобождению, искали снисхождение и поддержки у ордынских ханов. Простой люд оказался брошен на произвол судьбы. Поколения сменяли друг друга без веры в себя и в свою власть, которая обязана была их защитить. Страх перед врагом сидел у каждого в крови. Изменить что-либо могло только лишь чудо Божье. И дальше возникал вопрос, а как же освободиться от ига? Что нужно делать? И вот в этой религиозной системе ценностей, для того, чтобы ига закончилась, нужно, чтобы Бог сменил гнев на милость, чтобы Бог проявил милость к русской земле. А милость Божья может быть достигнута только путем появления праведников. Вот если появятся в русской земле праведники, как в Библии сказано, наступят для русской земли хорошие времена. Вот это было очень важно для того, чтобы люди почувствовали уверенность в себе, почувствовали, что они могут победить, они могут свергнуть это. 1380 год. На Москву надвигается Мамаева Орда. Хан сумел собрать для похода громадное войско. До сих пор никому из русских князей не удавалось дать отпор Золотой Орде. Соседи не думают вступаться за Москву, а народ не хочет идти за князя насмерть. Дмитрий Донской в растерянности. Он едет в Троицкий монастырь к Сергию Радонежскому. Почему именно к нему? Сергий Радонежский на тот момент уже не просто монах-отшельник. Он один из самых известных и почитаемых людей на Руси. Именно его Дмитрий Донской, рано потерявший отца и пришедший к власти в 10-летнем возрасте, выбрал своим духовником. К нему же князь обращается с просьбой благословить на битву. А преподобный Сергий его на это благословляет и больше того, уверяет, что ты победишь. Как победишь? Уже столько десятилетий, никаких победок даже не грезилось. А он говорит, что ты победишь. Это было совершенно грандиозно. То есть люди поняли, что есть некая иная совершенно сила, которая может дать победу, отдать совершенно иное сознание, перевернуть все. Только вера могла сотворить чудо. Водушевить людей не просто на битву, а на священную войну. За будущее своего народа, за право жить на своей земле. Но как донести эту мысль до простого люда? Как изменить сознание, сложившееся за несколько поколений рабства? Никакие громкие слова не смогли бы сделать это. Здесь нужен был поступок, который дал бы всем ясный знак, предстоит сражаться не за славу московского князя, а за свободу своей Родины, за веру. Преподобный Сергий находит это решение. Единственное и поэтому верное. Поразительно простое и трагически жертвенное. Он посылает на битву своих иноков, Андрея Слябю и Александра Пересвета. Именно им с благословения преподобного будет доверено совершить то, что пробудет в русских родниках жажду биться до последней капли крови. Ведь, казалось же, монахи, священнослужители не имеют права проливать кровь. Это, конечно, был символический акт, очень важное символическое действие. Преподобный Сергий всем внушал, сам понимал. И, видимым образом, через послание Пересвета о Слябе хотел это всем показать, что борьба за Русь, борьба за землю свою, это и есть, в первую очередь, духовная братья. Это и есть преодоление внутреннего кризиса. Пересветы о Слябе до принятия монашества, как это нередко случалось в те времена, были людьми военными, опытными в родном деле. И когда перед началом сражения русский монах Пересвет и Мерза Челубей сошлись по традиции в поединке, каждому русскому ратнику стало ясно, это не просто битва. Это битва за то, чья вера сильнее. И какой великий смысл, какой замечательный символ, когда навстречу богатырю-татарину на коне несется инок в развивающейся мантии. Это, конечно, удивительные страницы нашей истории. И они связаны с преподобным Сергием. Вот почему его имя только, может быть, даже в связи с этой темой, о которой мы сейчас говорим, уже занимает совершенно особое место в истории церкви, в истории нашего народа, в истории нашей национальной мысли. В житии преподобного Сергия сказано, все то время, что шла битва, монах вместе со своими учениками молился за русское воинство. Он внушил людям, вернул людям веру в себя, в то, что Бог с нами, а значит, мы победим. И вот с этой верой люди пошли на Куликовскую битву и победили. Это для людей того времени был знак того, что Бог полюбил опять русскую землю, Бог меняет свое отношение, и можно начинать борьбу за независимость. Победа на Куликовом поле ознаменовала начало грядущего освобождения страны, формирования русской идеи. В сознании людей наконец-то пробудилось желание самоотверженного служения Родине, нравственного восхождения крестьянским делом добра, милосердия, любви, жертвенности. Именно в то время наш народ начал объединяться в русскую нацию. Но не только эта заслуга была венцом трудов Сергия Радонского. В течение всей последующей жизни Сергий Радонский пешком обходил княжество, чтобы унять распри удельных князей. Понимаете, дело в том, что как только начиналась усобица между двумя какими-то правителями, то тут же все остальные начинали, соседи, раздувать эту усобицу. Один поддерживал одного князя, другой поддерживал другого. Литва поддерживает, условно говоря, Москву, а, допустим, Орда поддерживает Рязань, или наоборот. То есть всем соседям выгодно было, чтобы война продолжалась как можно дольше, и чтобы русские земли обессилились здесь. Поэтому, ну, это вечная схема. Как только начинается смута в какой-то стране, тут же все соседи начинают эту смуту раздувать. В 1385 году Сергий Радонежский, будучи поистине старцем, в 71 год пешком идет в Рязань. Он желает помирить двух слейших врагов, Дмитрия Донского и Олега Рязанского. Долгие годы князья жили в постоянном противоборстве, нападая друг на друга. Ослепленный враждой, Олег даже приводил под стены Москвы войско хана Тахтамыша. Сергий понимал, что у этой, можно сказать, гражданской войны между Рязанью и Москвой нет конца. Война между Москвой и Рязанью, она бы тут же приводила, она уже привела, собственно, к тому, что остальные князья начали подключаться. Кто-то за Москву, кто-то за Рязань. И там могла пойти очень тяжелая гражданская война, в которой бы действительно рухнуло вот то единство, которое удалось достичь в эпоху Куликовской битвы. Олега Рязанского историки называют самым неоднозначным, хитрым и коварным князем XIV века. Но Сергий Радонежский, побеседовав с ним, совершил практически невозможное. После его рязанского похода Олег и Дмитрий перестали враждовать. В знак мира и дружбы князья поженили своих детей. А позже Рязань и вовсе вошла в состав московского княжества. Преподобный Сергий примирил Константина Ростовского и Ивана II, князей Бориса Суздальского и Дмитрия Суздальска-Нижегородского. Будучи людьми верующими, князья прислушивались к мнению почитаемого ними монаха. Летописи не сохранили сведения о беседах и проповедях преподобного Сергия с русскими князьями. Поэтому тайна невероятного дипломатического дара преподобного Сергия до сих пор волнует многих почитателей святого. Одним из них является сценарист и режиссер исторических художественных фильмов Владимир Хатиненко. А знаете, у того же Эпифания Приморного, по-моему, записано, что Сергий, вот когда он вразумлял князей против раздора, он говорил голосом тихим и вразумлял вот таким смиренным, тихим голосом. Если бы всякий человек провел бы над собой хотя бы раз эксперимент, вот ему кто-то нахамил, да, вот где-то толкнул, нахамил, а он бы, простите, хотя бы один раз провел такой эксперимент, он бы вдруг почувствовал, не всякого, большинство бы почувствовало, что внутри что-то случилось. Наследие Сергия Ральницкого с годами не устарело. Многим современным политикам стоит поучиться умение преподобного Сергия решать сложнейшие вопросы мирным путем. Политика, ну, есть такое убеждение или, не знаю, предубеждение о том, что политика это дело изначально грязное, да, там не может быть каких-то чистых методов. Однако, нет, Сергий в тех местах, в тех событиях политической жизни, к которым он имел отношение, их было немного, но они были, и он, конечно, показывал определенную приверженность к определенным совершенно моральным принципам. Эти принципы были христианские, эти принципы были православные. Сергий Радонежский стал одним из самых уважаемых людей на Руси. Князья прислушивались к его советам и исполняли волю старца. Его ученики основывали монастыри в самых отдаленных концах русской земли. При всем при этом, Сергий Радонежский по-прежнему был настоятелем небольшого монастыря на холме Маковец. И сейчас, спустя столетия, можно только восхищаться умением этого величайшего монаха Аскета противостоять мирским соблазнам. Лето 1376 года. Действующий тогда митрополит ищет себе преемника. Его место должен занять духовно опытный и самый уважаемый человек на Руси. Митрополит приглашает к себе преподобного Сергия, и предлагает ему унаследовать кафедру. Ведь слава чудотворце Сергии дошла, конечно, и до Константинопольского патриарха. Но Сергий радонежский отвечает отказом, скромно изрекая, в юности я не был золотоносцем, и в старости подобает мне быть нищете. Конечно, преподобный Сергий не должен был это делать. Вот по законам иерархии церковной, конечно, не должен был делать. Он должен был смиренно сказать, что, ну, владыка, благословите, мне хочется, не хочется. Но подчиняюсь, но этого не сделано. Монах, который давал обеты послушания, отказал кому? своему правящему епископу. Почему преподобный Сергий не захотел менять свою скромную монархскую жизнь среди леса на палаты митрополита? Что заставило Сергия радонежского отречься от всех привилегий и вернуться к своим ученикам и простому народу? Он никогда не кичился, он никогда не показывал себя. И даже когда вот приходилось с великими, он, как я представляю себя, он не показывал себя с ними рядом. Но так получалось всегда, получалось, потому что авторитет был большой. Это был авторитет не человека, который произносит какие-то слова, это был авторитет человека, который живет этим, живет Руси, живет тем, что необходимо было. Сергий Радонежский дожил до глубокой, особенно по средневековым меркам старости, до 78 лет. Он предвидел свою кончину и за полгода до ухода из жизни благословил на игуменство вместо себя своего ученика Никона. Еще историк Лев Гумилев писал, Сергий Радонежский совесть русской нации. Незримое присутствие этого святого так или иначе ощущает на себе каждый, кто считает себя русским человеком. Так как же все-таки при жизни выглядел Сергий Радонежский? Вернемся теперь к тому, с чего мы начинали наш фильм, к нашему исследованию по восстановлению портрета преподобного Сергия Радонежского. После изучения лицевого покрова специалисты с большой долей вероятности могут утверждать, что плащаница святого содержит в себе портретное сходство с соображенным на ней Сергием. Используя это, антропологи подобрали череп 14 века, который по лицевым параметрам наиболее близок к облику святого. Далее ученые на специальном оборудовании начали создавать портрет Сергия Радонежского. То есть на контуре черепа у нас будут появляться соответствующие контуры лица. Мы знаем толщину мягкой ткани, скажем, в области скул. Это 5 миллиметров. Мы добавляем по 5 миллиметров справа и слева в местах наибольшего выступания скул. А теперь мы должны расположить глазную щель в соответствии с такой особой приметой, как мы скажем, которую мы видим на портрете Сергия Радонежского на покрове. Мы видим, что располагается глазная щель наклонно. Наружный уголок глаза расположен заметно выше внутреннего. Антропологи работали около недели. Они анализировали имеющуюся информацию, чтобы восстановить все индивидуальные особенности. Мы не можем знать наверняка, как выглядел Сергий Радонежский. Но вот перед нами самое точное из возможных изображений преподобного Сергия. Напомним, что это набросок портрета великого святого. Чтобы воссоздать подлинный облик Сергия Радонежского, требуется более совершенная техника и новые знания. Может быть, уже скоро нам это будет под силу. Наука не стоит на месте. Станет ли это новым чудом, который найдет отклик в сердцах всех русских людей? Возможно. И вот сегодня, как бы из глубины веков преподобный Сергий нам об этом говорит. Ведь и в наше время было разделение, и в наше время было безобразие. Сказал бы он каждому, кто его сегодня бы спросил. Но мы преодолевали ненавистную рознь мира, а значит с этим и все ненавистное и гадкое, что в этом мире присутствует через созерцание Святой Троицы. Вот если элементы молитвы созерцания, внутреннего размышления станет достоянием наших людей современных, то я думаю народ наш станет очень сильным и способным преодолевать современные проблемы. Главное чудо, которое подарил нам преподобный всегда с нами. Мы чувствуем себя единым народом, способным противостоять любой агрессии, способным защищать свою страну, свой язык, свою веру, способным побеждать. И потому даже сегодня, 700 лет спустя, он жив в памяти миллионов людей. Сергий Радонежский, заступник земли русской. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова